Один из углов сетки имеет координаты x, y. Какие координаты у соседа справа? Итак, есть узел клетчатой бумаги, точка x, y. Если сдвигаешься на единичку вправо, какая это будет точка? Конечно, x плюс 1, y. Так, ну сразу, а если вверх сдвигаешься? x и y плюс 1. Отлично, а если влево? x минус 1, y. Какая буква получится, если соединить ломаной линией следующие точки? 0, 0, дальше 0, 2, 1, 1, 2, 2 и 2, 0. Ну вообще нарисовано, да? 0, 0, потом поднимаешься на 2, потом сдвигаешься на 1 вправо и на 1 вниз, поднимаешься на 1 вправо и сдвигаешься вниз. Отлично. Ребята, а вот дальше очень важный абзац. написано о программе Метапост. Почему важно? Потому что те из вас, кто будут ученые, меня взять на ученые, кстати, кто будут писать какие-то книжки, тексты, с огромной вероятностью, если вы пишете какие-то гуманитарные вещи, то вам без разницы, что писать, да? В общем, гуманитарный наук переживет все. А если вы пишете научные тексты, то вам нужно, чтобы было большое количество таблиц, ссылок, чтобы были красивые рисунки и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, все математики, физики, химики, астрономы и огромное количество других точных наук для того, чтобы, не мучиться разными форматами, чтобы статьи можно было легко переводить из одной стороны в другую, от одного компьютера в другой, договорились, что все делают в некоторой издательской системе, которая называется тех. Система тех была написана математиком Дональдом Кнутом, и он с самого начала объяснил, что эта система бесплатная и всегда будет бесплатной. Если у вас что-то принадлежит какой-то фирме, пусть даже такой уважаемый, как Microsoft, который везде делает, да, и так далее, то, строго говоря, в любой момент эта фирма может крайне объявить, что, а вот за то, что именно в этой программе написан текст, вот давайте каждый из вас по миллиону рублей мне заплатить. Это же частная собственность. Они могут, в принципе, вы, конечно, можете сказать, что нет, они так не сделают, они все-таки не такие же большие деньги. Ну, во-первых, может быть, и небольшие, но иногда и маленькие. А, во-вторых, неправильно, неправильно ставить под угрозу научное знание из-за того, что там кому-то вдруг захочется... Понимаете, это дурацкая проблема. Эта книга издана с использованием там таких-то шрифтов. Да мне как читать люди, пишут, приятно, когда шрифт красивый. Но, с другой стороны, мне важно получить информацию, получить текст. Понятно, да? Так вот, Кмут сделал важную вещь. Это было уже довольно давно. Но, тем не менее, он сделал важную вещь. Он сделал издательскую систему, которая, во-первых, работает быстро, и работает красиво, и дает абсолютно профессионального качества тексту. А, во-вторых, это система, которая не требует профессиональных навыков для того, чтобы ей овладеть. То есть, любой человек за некоторое количество минут, не дней, не лет, а минут, может научиться в этом самом техе работать, и, соответственно, может, что-то, писать свои книжки. Разумеется, чтобы была книжка типографского качества, требуется все-таки и 5 минут посидеть. Разные есть спецэффекты, которые используют, разные стандарты, которые надо знать для того, чтобы получилось... Ну, все-таки издательские работники не зря получают свою зарплату. Но если вам нужно просто передать смысл и нарисовать картинку, чтобы поняли, то метафост — это программка, которая, строго говоря, не входит в состав теха, но она замечательна тем, что позволяет рисовать потрясающе красивые рисунки. И эта программа описывает геометрическую картинку именно при помощи точного кода. Соединить точку с такими, картинку с точкой с такими, с такими, с такими, с такими. Вся программа метафост состоит из этого. Ну, на самом деле, там будет похитрее, там есть еще всякие циклы, есть возможность там линии разной толщины, разные эффекты и так далее. Не обязательно прямые линии, там можно проводить кубические. Коля, если честно, я сейчас говорю, в основном для тебя. Полезно бы узнать, что это такое, и научиться. Понятно, да? Это очень хорошее упражнение по программированию. Посмотреть, как рисуются картинки в метафосте. На твоем компьютере он пока не установлен, но установить его не проблема. Понятно, да? Надо. Надо, Коля. К остальным, может быть, вы еще немножко маленькие, но с другой стороны не настолько. Просто это одна из программ рисования. Одна из программ рисования. 239-я. Середина отрезка находится в точке с координатами 0, 0, а один из его концов имеет координаты А, В. Какие координаты другого конца? Минус В, минус А. Ну, на самом деле, неверно. А, минус А, минус В. Минус А, минус В. Ну, ребята, это абсолютно очевидно, да? Если у вас есть система координат, и некоторая точка, вот она, точка с координатами А, В, что это значит? Это значит, что вот это вот у нас А, вот это вот у нас В, соответственно, здесь у нас минус А, а вот это вот минус В. Virgin Анатdishиев. с арте roadнюю пологеннатами, валелые пологенн broccoli, Можно брать на брать PREVE, ИUNDАТ os счет. Бать說, Быть не закрыт.